МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с проведением властями Турции антитеррористической операции белорусам при посещении этой страны стоит отказаться от поездах в провинции, граничащие Сирией и Ираком. Тем же, кто планирует провести отпуск на популярных курортах, опасаться не стоит. Там все спокойно. Экстренное заседание НАТО по вопросам безопасности в Турции прошло сегодня в Брюсселе. Представители альянса выразили солидарность в борьбе турецких властей с терроризмом, но создавать вместе с Турцией и США буферную зону на турецко-сирийской границе отказались. Тем временем Анкара продолжает воздушные удары по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии и по базам курдов на севере Ирака. Акции протеста возобновили французские фермеры. Чтобы не впустить в страну грузовики с импортным мясом, они заблокировали тракторами дороги у границы с Германией. Напомню, протесты животноводов проходят во Франции вторую неделю. Демонстранты требуют повышения цен на свою продукцию и сокращения поставок дешевых продуктов из Евросоюза. Около 70 человек погибли и 36 пострадали в результате наводнения в Пакистане. Под водой оказались почти 700 деревень, разрушены тысячи зданий. Власти страны развернули масштабную поисково-спасательную операцию в затопленных районах. Причиной наводнения стали проливные дожди. Сегодня вечером завершился дополнительный набор в белорусские вузы. Абитуриентам был предоставлен еще один шанс поступить на бесплатное обучение. В высших учебных заведениях страны оставалось 350 вакантных бюджетных мест. Это итоговый выпуск информационной программы «24 часа» с обзором основных событий уходящего дня. В студии Олег Степанюк. Добрый вечер. Строительная отрасль Беларуси должна повысить конкурентоспособность и больше работать на экспорт. Такую задачу поставил сегодня президент, рассматривая проблемные вопросы развития промышленности стройматериалов. К разговору были также приглашены директора крупных предприятий. Производства по выпуску отечественных строительных материалов в последние годы были модернизированы. Но ситуация сегодня непростая. Рынки сжимаются, растет конкуренция. Самое время снижать издержки и себестоимость строительных товаров. Как работают обновленные производства отрасли и какие проблемы сегодня приходится решать топ-менеджерам, расскажет Наталья Бриос. Еще 16 лет назад Дмитрий Кизевич начинал трудиться на цементном заводе в Красносельске простым рабочим. За это время и он шагнул по карьерной лестнице, да и само предприятие обновилось. Вся модернизация проходила на его глазах. Теперь никаких тебе пыльных цехов, рабочее место сродни Центру управления полетами. Все технологические процессы на мониторе. На старом производстве мы следили за процессом визуально, ходили смотреть за оборудование. Тут все компетенцировано и все процессы выведены на компьютер. Условия труда вы сами видите. Сидим в отдельном помещении. Естественно, и зарплата вышла, чем с тем производством. От мокрого способа производства клинкера, а это основа для будущего цемента, перешли на заводе к сухому. Это позволяет вдвое экономить энергоресурсы на производство стройматериала. Сегодня Красносельский цемент идет на строительство Минской кольцевой и даже на АЭС. Продают материал в Польшу, Прибалтику и Россию. Если старый способ мокрый у нас был в арсенале 4 вращающиеся печи, то они выпускали 4000 тонн клинкера в сутки. То мы сегодня одной печью можем выпускать 5000. То есть она одна печь заменила все 4, даже 20% выше. И это дало возможность как бы покрыть дефицит клинкера, который у нас ощущался в предыдущие годы. И тем самым возрос объем производства цемента и в том ассортименте, которому необходимо рынку. В середине 2000-х в строительном комплексе стартовала большая модернизация. Только на трехцементных производствах, например, были запущены новые технологические линии. В итоге сегодня мощности увеличились вдвое. Плюс обновили еще более сотни производств. Работают они в основном на отечественном сырье. Благо его для выпуска стройматериалов хватает. Вообще строительные продукты в Беларуси выпускают 1500 предприятий. Цемент, плитка, стекло, железобетонная конструкция, кровли, кирпич, щебень. Сегодня большая их часть идет покупателям на внутреннем рынке. Плюс пятую часть стройматериалов продают за рубеж. Президент считает, что созданы все условия, чтобы прибавить в экспорте. У нас созданы условия не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для наращивания экспорта. О чем мы с вами говорим уже не первый год. Однако из-за обострения конкуренции, сжатия внешних рынков, на первый план выходят вопросы качества и конкурентоспособности нашей продукции. Важнейшая задача сейчас – выгодно продать и обеспечить возврат валютной выручки в страну. От этого зависит, рассчитаются ли модернизированные предприятия по кредитам. Пока же практически 80% производимых в стране стройматериалов реализуются на внутреннем рынке. Кредитная ноша тяжела для строительных предприятий. Деньги брали на развитие, но выплачивать займы на фоне падения спроса непросто. Стройкомплекс переживает не лучшие времена. Рынки сжимаются, российский сегмент сократился наполовину. Да и конкурировать белорусским производителям с российскими нелегко. Газ у них дешевле. А ведь производство стройматериалов – дело энергозатратное. Если бы вовремя мы не провели модернизацию и не поработали так с себестоимостью, как сегодня она сложилась, то практически цементной отрасли бы сегодня в этих условиях и не существовало. В этом году, в 2015-м, получили среднюю себестоимость по заводам 42 доллара. Это если посчитать, что было в 2012 году. Себестоимость была 82 и выше. Глава государства поставил задачу, что основным критерием по оказанию финансовой поддержки для предприятий цементной и стекольной промышленности является еще максимальное снижение себестоимости. Хоть и ориентирована промышленность строительных материалов на близкие рынки, выгодны продажи материалов в радиусе 700 километров, но производители находят новых покупателей даже в Америке, Франции, Австрии. Правительство предлагает поддержать белорусских производителей строиматериалов в ближайшие пару лет. Речь в первую очередь о цементной и стекольной промышленности, чтобы они могли в этих непростых условиях удержаться на плаву. Это возможно, но президент сделал акцент, что в первую очередь предприятия должны приложить максимум собственных усилий к снижению издержек. Чем их меньше, тем легче себестоимость строительного продукта. А ведь от этого и пляшет конкурентоспособность на рынке. Мне докладывают о снижении спроса на продукцию, ухудшении динамики производства в отрасли, низкой отдаче и неэффективном использовании дополнительных мощностей. Напоминаю, что по вопросам развития производства строительных материалов, мною был дан ряд поручений конкретных. В этой связи я хотел бы услышать от правительства следующее. Первое. Как выполняются эти поручения? Что мешает успешной работе организации? Во-вторых, что конкретно сделано по финансовому оздоровлению предприятий, стройиндустрии и какие дополнительные меры в арсенале правительства? Третье. Какие шаги предполагается предпринять для кардинального решения накопившихся проблем? Нам необходимо определить, что в первую очередь предстоит сделать для развития отрасли, а также выработать системные подходы к решению стоящих задач. Прошу не забывать, что речь идет о градообразующих организациях с многочисленными трудовыми коллективами. Благосостояние более 50 тысяч работающих и их семей напрямую зависит от стабильного функционирования этих предприятий. Есть в отрасли и складские запасы, но тут можно сделать скидку на сезонность строительных товаров. Уже в сентябре Минстрой архитектуры прогнозирует всплеск спроса. Мы рассчитываем на активность в сентябре месяце по строителям Российской Федерации. Мы заключили ряд контрактов уже по строительству жилья на территории Российской Федерации. Вот буквально в середине августа в Калужской области с губернатором мы заложим капсулу начала строительства микрорайона. На 360 тысяч квадратных метров в этом году мы рассчитываем где-то 54 тысячи уже начать строительство. Поэтому динамика с той работы, которую мы сейчас проделаем и на внешних рынках, она должна во всяком случае удержаться на уровне сложившейся сегодня. Предложенные правительством меры и действия профильного ведомства позволят защитить внутренний рынок, в частности производителей строематериалов, в этот период волнений на рынке внешнем. В Минске сегодня была предпринята очередная попытка договориться об урегулировании ситуации в Украине. В столичном президент отеля прошли переговоры политической подгруппы по Донбассу. Как сообщили в МИД нашей страны, их результаты будут доложены на предстоящих встречах контактной группы. Они запланированы на 3 и 26 августа. Напомню, на ее последнем заседании 21 июля была достигнута договоренность об отводе орудий калибром менее 100 мм. Однако документ подписан не был. Сегодняшнее общение проходило на фоне продолжающихся в Украине нарушений режима тишины, в которых участники столкновений обвиняют друг друга. Несмотря на усилия дипломатов, добиться в стране полного перемирия пока не удается. Всего за минувшие сутки договор о прекращении огня был нарушен около 50 раз. Во время мониторинга обстановки в Севере Широкино под обстрел попала еще одна группа миссий ОБСЕ. Один из ее участников получил ранение. Теперь члены миссии пересматривают условия безопасности. Не исключено, что они снизят наблюдательную активность в некоторых регионах. Кроме того, идет переселение из наиболее опасных районов Донецка. Полуразрушенные дома покинули уже более тысячи человек. Массированному обстрелу подвергся поселок Горловка. Есть пострадавшие. От прямого попадания снарядов погибли две пожилых женщины. Еще одна получила ранение. На неопределенный срок без света остался город счастья. Из-за атак ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению подачи электричества. При ЦИК Беларуси уже аккредитованы 8 национальных наблюдателей. В течение месяца к нам прибудут и специалисты от ОБСЕ. Об этом сообщили в Центризбиркоме нашей страны. Тем временем инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку 8 потенциальных кандидатов в президенты. Как сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, общаясь с активом Минской области, этот этап избирательной кампании проходит спокойно, пока не поступило ни одной обоснованной жалобы. Минская область – это очень крупный регион. По сути дела, помимо города Минска, далее следует Минская область и Гомельская. Это равные по количеству избирателей регионов, которые потом определяют итог выборов. Поэтому то, как сработают здесь организаторы комиссии, как они будут четко и грамотно, и, главное, честно подсчитывать голоса, подводить итоги выборов, в общем-то, зависит судьба выборов и их признание. Странам Шанхайской организации сотрудничества необходимо вместе бороться с информационной агрессией. К такому мнению пришли сегодня спикеры форума руководителей ведущих СМИ государств Шанхайской организации сотрудничества, который завершился сегодня в Москве. Добавлю, что сейчас ведется работа по расширению взаимодействия ШОС с международными организациями, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Участие в форуме приняли представители ведущих медиа из более чем 10 стран, в том числе и руководители крупнейших белорусских средств массовой информации. Белорусские хирурги готовятся к проведению уникальной операции, которая должна помочь новорожденной девочке. Из-за врожденной патологии пищевода младенец не может самостоятельно питаться. В Республиканском научно-практическом центре детской хирургии есть уже много примеров, когда маленькие пациенты с непростыми диагнозами получили шанс на выздоровление. К примеру, в этом году хирурги центра провели операцию у ребенка весом чуть больше килограмма. В СНГ такого практически никто не делает. О том, как спасают маленькие жизни, расскажет Ольга Коршин. Маленькая Алина стала пациенткой РНПЦ детской хирургии почти месяц назад. Такие пациенты поступают в центр всего один-два раза в год. Ее случай врачи называют особенным. Девочка не может самостоятельно глотать. Сейчас молоко в ее желудок поступает по этой небольшой трубке. Диагноз Алины — отрезе пищевода. Это значит, что пищевод девочки разделен на две трубки. Таким малышам врачи делают сложнейшую операцию — соединяют пищевод и восстанавливают его проходимость. Но у Алины отрезки очень короткие, и соединить их нельзя. Решить проблему может искусственный орган. Тогда под вопросом качества жизни пациента белорусские хирурги готовы разрешить жизненно важную дилемму. Подрастить этого ребенка для того, чтобы спустя 5-6 месяцев все-таки попробовать соединить эти два конца. Тогда будет ребенок жить со своим пищеводом. Качество жизни будет совершенно другое. Это первый ребенок, к которому мы готовимся выполнить эту операцию. РНПЦ детской хирургии был создан в начале этого года. Под одной крышей он объединил практически все направления детской хирургии. Здесь проводят операции по устранению пороков сердца и других органов. И борются с внутренними ожогами, которые дети могут получить, элементарно проглотив батарейку. Всего в РНПЦ более 190 пациентов с разными диагнозами. В год здесь проводят около 5000 операций. За помощью в центр обращаются не только дети из нашей страны, есть пациенты из России, Украины, Азербайджана. А если около десятка лет назад в основном наши врачи отправлялись набираться опыта за границу, то сейчас стажироваться едут уже к нам. Одна из задач создания этого центра было в том числе развитие научных направлений по детской хирургии, детской кардиохирургии, детской анестезиологии и анимации. И вот разработкой таких направлений именно будет заниматься наша научная часть. И результатом будут новые операции. А этот пациент уже готовится к переводу из реанимации в стационар. К его появлению в центре готовились заранее. Диагноз мальчику поставили, когда он находился еще в утробе матери. Его сердце практически полностью поразило опухоль. Мальчика прооперировали на второй день жизни. За три с половиной часа хирурги спасли маленькое сердце. Сейчас оно здорово, и Макар может спокойно жить и расти. Олкополь, которая внешне напоминала ткань сердца, но прорастала в стенку. И была определенная трудность, что нужно было ее не просто удалить, а нужно было ее перезицировать с участком сердца. Скорее всего, когда ребенок будет идти в школу, и когда он женится, то нас даже не вспомнит. И это не единственная уникальная операция. В этом году хирурги центра прооперировали ребенка весом чуть больше килограмма. А в СНГ такого практически никто не делает. Впрочем, большинство операций в РНПЦ проходят успешно. Но как внушительно не звучала бы статистика самым ярким доказательством того, что в нашей стране детские жизни в надежных руках. Служит вот эта стена в детской реанимации. За каждым снимком, а их здесь десятки, уникальный маленький пациент и уникальная операция, которой можно посвятить еще не один сюжет. Ольга Коршун, Сергей Книга, телекомпания СТВ. Колокольный звон сегодня объединил города, страны и континенты. День крещения Руси празднуют сегодня верующие. Начался он с литургии в честь князя Владимира, которая сопровождалась колокольным звоном. В этом году православные храмы по всему миру праздничную мелодию подхватили одновременно. Идея проведения фестиваля столь необычной музыки родилась в свое время в Украине. А сегодня акция объединяет десятки государств. Среди них страны постсоветского пространства, а также Европы, Балтии и США. Учитывая весь трагизм, происходящий на Украине, акция приобретает дополнительные смыслы. И действительно колокольный звон это еще и призыв. Это призыв быть вместе. О заметных спортивных событиях этого дня через несколько минут расскажет Сергей Прохоров. А у меня на этом все. Всего доброго.